Здравствуйте! С вами портал экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем наш курс лекций, посвященных Божественной Литургии. Сегодня мы поговорим с вами о антифонах и малом входе. В рамках нашей предыдущей лекции мы поговорили о мирной ектенье, о том, что ей, собственно, начинается богослужение. Однако уже тогда мы упоминали, что на самом деле у всей, скажем так, первой части литургии достаточно сложно составный формат. То есть, скажем так, к основной части к молитвам анафоры, которые фиксированы вот с самой седой древности и практически в том же самом виде дошли до нас до дня сегодняшнего, этапно присоединяются, скажем так, столетия за столетием некоторые новые части. То есть, литургия растет в своем объеме благодаря вот этим прибавлениям к анафоре. И, собственно, как мирная ектенья изначально, по всей видимости, находилась совершенно не в том месте, где мы наблюдаем ее сейчас, так, собственно, антифоны являются вот такого рода прибавлением, да, или вставкой в литургию. Собственно, антифоны, определение, оставшееся в нашем языке без перевода, могут буквально быть переведены из греческого как, наверное, противогласные, да, как бы, но для того, чтобы не вводить никого в заплуждение, наверное, корректней сказать, что это песнопения, исполняющиеся попеременно, антифонео, да, как бы звучащие друг напротив друга. И, во-первых, и главных, говоря о антифоне, как определение, мы должны иметь в виду, что вообще-то это скорее не жанровое определение, а техническое. То есть оно объясняет, как должно технически исполняться то или иное песнопение. То есть в данном случае имеется в виду, что два хора, стоящие по-хорошему, да, вот, друг напротив друга, исполняют какой-то некий общий текст. Как правило, антифонно исключительно удобно исполнять псалмы ввиду их внутренней структуры. У нас нет с вами достаточного количества времени, чтобы плотно об этом поговорить, просто упомяну, что многие тексты псалтыри устроены достаточно своеобразно. То есть перед нами, безусловно, поэтический текст, но его поэтичность проявлена не теми средствами и способами, к которым мы привыкли, например, в европейском стихосложении. То есть, например, в тех же самых псалмах часто одна и та же мысль обыгрывается несколько раз, как бы, как драгоценный камень, сияя разными гранями. То есть мы можем обратить внимание, что в абсолютном, наверное, даже большинстве псалмов стих или два стиха содержат вот такое взаимное пересечение, как бы подчеркивание одного и того же тезиса. Ну, например, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Это с одной стороны одна и та же идея, да, то есть у нас тезис про покаяние, но выданный в несколько разных формах, да, как бы позволяющий посмотреть на эту идею, да, на то же самое покаяние с двух сторон. Вот так, повторюсь, большинство псалмов и организовано. И благодаря этой своей структурной, стилистической особенности, вот так в два хора их петь очень удобно. Мы можем сразу себе представить, как псалом так распадается на два этих пения. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей», запевает один хор, «и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое», продолжает другой. Либо же существует несколько иная тенденция. Мы можем видеть ее, например, если мне не изменяет память, в 135-м псалме. Это исторический псалом, внутри которого мы видим рассказ о истории Израиля. Вот секундно к нему обратимся. Ну, например, да, здесь у нас история исхода, да, связанных с ними событий. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И вот рефрен «Ибо вовек милость Его» будет сопровождать каждый тезис, то есть каждое одно историческое утверждение данного псалма. Посмотрим. «Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». «Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его». Ну и далее, 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 и в пересказе истории, например, «Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его». «Поразил царей великих, ибо вовек милость Его». «Убил царей сильных, ибо вовек милость Его». «Сигона царя Амморейского, ибо вовек милость Его». «Иого царя Вассанского, ибо вовек милость Его». И далее. То есть, в данном случае мы видим, что мысль не обыгрывается с разных сторон, да, а рефрен подчеркивает, что, например, вот каждое из этих деяний есть безусловное действие руки Божьей, являющей его милосердие. То есть и такого рода текст антифонно исполнять очень удобно. Впоследствии в такой стилистике не всегда исполнялись только псалмы, но то, о чем мы сейчас говорим как об антифонах, мы привыкли слышать именно в формате фрагментов псалмов. Что я имею в виду? Существует несколько разных типов литургических антифонов. Не углубляясь в эту тему, можем просто сказать, что существуют антифоны праздничные и вседневные. И так своеобразно исторически сложилось, что в нашей современной приходской практике, как правило, в каждую и всякую литургию мы слышим те антифоны, которые предписаны для праздничного богослужения. Антифоны вседневные мы не слышим практически никогда. Их рефрен, их повторяющийся стих, как правило, это достаточно простое молитвенное обращение, например, молитвами Богородицы, спаси, помилуй нас, или каким-то подобным образом организованный молитвенный текст. Антифоны же наши нынешние представляют собой, собственно, тексты двух псалмов. Это, собственно, 102 и 145 псалмы. Однако антифонов за богослужением исполняется три. Третьим является не ветхозаветный, а новозаветный фрагмент. Собственно, это заповеди блаженств. Фрагмент из пятой главы Евангелия от Матфея. Замечу, что сама такая структура, то есть три текста, являющих некое смысловое единство, представлена в огромном объеме византийского богослужебного материала. Ну, то есть банально мы можем посмотреть на последование, например, тех же самых часов. Каждый раз перед нами будет три псалма. То есть здесь также три библейских текста. Единственное, что третьим из них, повторюсь, является не ветхозаветный псалом, а, собственно, новозаветное учительство Христова. Не погружаясь в эти тексты, здесь я, наверное, отошлю вас к классическим комментариям, например, на ту же самую псалтыри. В качестве таких могу порекомендовать комментарий святителя Афанасия Александрийского на псалмы. Он прекрасен тем, что святитель потрудился над тем, чтобы так или иначе прокомментировать каждый из псалмов. Они существуют прекрасно как в изданном формате, так и в интернет-ресурсах. Так вот, их основными темами, как мы видим, собственно, по данным текстам, является хвала и благодарение. Видимо, именно из общей литургической логики и подобраны данные псалмы. Так как, собственно, таинством хвалы и благодарения от творения к творцу литургия и является. В ее узловой момент, когда в рамках анафоры будут возноситься хлеб и вино, о которых мы молимся, чтобы они стали телом и кровью христовыми, пресвитер будет говорить «твоя от твоих тебе приносяща». То есть, творение приносит свои дары, собственно, творцу всяческих. Поэтому хвала и благодарение – естественные темы, которые псалмами в данном случае и озвучиваются. Относительно антифона «блаженны» нужно заметить, что он четко выстраивается здесь в логику начального возгласа литургии. «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа». Соответственно, заповеди блаженств рассказывают нам непосредственно, то есть учат нас о том, каким способом осуществляется вход в это царство. Мы знаем, что он совершенно парадоксален, то есть блаженны, счастливы, радостны, по-другому мы могли бы сказать. С точки зрения Христа люди, которые таковыми в рамках социума совершенно не считаются. Христос говорит о очень своеобразных явлениях в жизни человека, называя их признаками радости или счастья. Он говорит о плачущих, о алчущих правды, а, например, в тексте Луки просто о алчущих ныне, то есть о голодных. И далее, далее, то есть перечисляет те категории и те состояния, от которых мы в рамках нашей обыденной жизни стараемся воздерживаться. Более того, в рамках заповедей блаженств мы наблюдаем совершенно конкретную, ну скажем так, схему. Они принципиально отличаются от заповедей, например, ветхозаветных, от деколога, от десяти заповедей, данных Моисею, тем, что ветхозаветные заповеди конкретно рамочны. Они дают очень узкий, но понятный коридор. Не делай вот это и делай вот это. Почитай отца твоего и матерь твою. Или, например, чти день субботний, то есть делай вот так. Или не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Заповеди новозаветные выглядят принципиально иначе. Христос дает не коридор, а указывает определенного рода горизонт. Блаженны нищие духом, потому что их царство небесное. То есть вот этот огромный горизонт, который с одной стороны, как кажется, недостижим, с другой стороны, в рамках движения к которому человек и осуществляет свое совершенствование. Антифоны приходят в богослужебное последование литургии не слишком рано, хотя как формат появляются по всей видимости уже во втором веке. Ну, например, автором антифонов в рамках церковной традиции считается святой Игнатий Антиохийский, которому они были дарованы как определенного рода откровение. Он слышал подобного рода пение ангелов. И таким образом ввел его сначала в рамках своей церкви, то есть в рамках Антиохии, а уже впоследствии эта практика разошлась широко и по всей церкви. Вполне возможно, что связь антифонов с литургией, то есть, собственно, с богослужением, заканчивающимся причащением верных, сформировалась не столько в приходской, сколько в монашеской среде. Потому что, как мы с вами обратили внимание, перед нами три антифона, то есть три текста, это очень похоже на чинопоследование тех же самых, например, часов, где точно так же перед нами три псалма. Мы можем вспомнить о том, что, например, для палестинского монашества, а замечу, палестинские традиции оказали очень большое влияние на формирование общих православных уставов. Так вот, для палестинского монашества была характерна практика самопричащения братьев по кельям на девятом часе. Замечу, что в рамках общей православной традиции нам от этого осталась, наверное, только логика литургии преждесвященных даров, ну то есть тоже момента вечернего причащения. Но для своего момента времени мы уже с вами упоминали о том, что в принципе верные, как, например, об этом свидетельствует святитель Василий Великий, описывая известную ему александрийскую традицию, верные причащались части полученных даров, другую же часть часто уносили с собой, и в домах хранили дары и причащались ими. Практика эта с течением времени церковь практически полностью покинула, но в монашеских общинах сохранялась значительно дольше. То есть братья, как правило, жили уединенно, то есть это не, скажем так, монастыри какого-то общего жительства, это особножительные обители. Соответственно, сходились они в храм на общее богослужение ежевоскресно, но чтобы иметь возможность причащаться чаще, они также по кельям хранили святые дары и на девятом часе по прочтении псалмов, соответственно, тира, видим здесь связь с антифонами, это причастие и осуществляли. Поэтому, возможно, одной из точек входа практики антифонов, как такого рода библейских текстов в начало литургии, мы можем видеть палестинскую монашескую традицию. Уверенно же говорить об этом мы можем на материале устава Софии Константинопольской, то есть или песенного последования. Именно оно, как правило, использовало и формат антифона, и перемежение его какими-то краткими ектиньями. Мы видим в литургии, что вот у нас звучит первый антифон, после него ектинья, паки и паки. Звучит второй антифон, такая же ектинья, да, собственно, а далее мы уже услышим блаженный, после которых будет осуществлен малый вход. Важно, что для последования Константинопольского это была достаточно общая форма, да, то есть антифоны для такого рода последований вполне возможно существовали изначально и как совершенно самостоятельная форма богослужения. На определенном этапе, уверенно мы можем говорить об этом где-то около восьмого века, антифоны с перемежающими их ектиньями входят в рамки литургического последования. Замечу, что здесь наверняка еще сильно влияние константинопольской традиции и в рамках достаточно регулярной для Константинополя практики литий, да, или, собственно, крестных ходов, когда люди, да, идя, собираясь вот в этот крестный ход, уже осуществляют богослужения в рамках, собственно, движения к храму. То есть, поется, например, псалом, и вот здесь практика антифона очень удобна, потому что, например, скорее всего, все собравшиеся идеально текст псалма не знают. Поэтому, например, протопсалт будет запевать стих псалма, а все будут подхватывать, да, то есть вот оно как раз такое противогласное пение, да, будут подхватывать рефрен, да, например, молитвами Богородицы спаси помилуй нас, да, или, например, рефрен того же самого какого-нибудь псалма, ибо вовек милость его, и вот таким образом, да, это молитвенное шествие будет двигаться. В каких-то узловых моментах остановок оно будет перемежаться какими-то краткими ектиньями. Вот так дойдут все собравшиеся до храма, и внутрь храма, собственно, войдут. Вот та логика, да, как мы говорили с вами о динамическом характере византийской литургии, которая сохранится через тысячелетия, да, и донесёт себя до наших дней. То есть мы наблюдаем, что люди готовятся к литургии таким образом, да, они находятся ещё даже вне храмового пространства и войдут внутрь храма на том этапе, который мы теперь называем малым входом, да, но нынешняя литургия всё это бережно сохранила. Пусть мы собираемся теперь в храм раньше, да, теперь никуда особенно не идём, но сокровищница православного богослужения, всё это для нас предлагает до сих пор. Относительно ектиний, которые перемежают антифоны, нужно заметить, что каждый из них содержит свою молитву. Предлагаю нам к этим текстам обратиться. После первого антифона у нас будет звучать молитва. Правильно, конечно, как бы она внутри служебника называется молитвой второго антифона, да, но здесь имеется в виду, что она будет его предварять. Так вот, прозвучал первый антифон, ектиний паки и паки, священник говорит, «Господи Боже наш, спаси народ Твой и благослови наследие Твое. В полноте церковь Твою сохрани, освяти любящих благолепие дома Твоего. Ты их прославь божественную Твою силою и не оставь нас, уповающих на Тебя». И звучит возглас, «Ибо Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и пресны во веки веков». Важно, что перед нами абсолютно полная калька, полностью соотносящаяся, да, слово в слово и в букву в букву с заамвонной молитвой. То есть это по факту ее часть. То есть с этой молитвы мы практически начинаем богослужение и ей, его же заканчиваем. То есть определенного рода наблюдается таким образом цикл. Относительно непосредственного смысла этих слов мы поговорим с вами, когда будем разбирать молитву заамвонную. Здесь только отмечу, да, что сразу в рамках восприятия литургии как дела общего и звучит молитва священника о собравшихся, да, «Спаси народ твой, благослови наследие твое, в полноте церковь твою сохрани». Следующая молитва, да, на другой ектенье паки и паки звучит таким образом. И это, кстати, одна из самых любопытных молитв, находящихся вне текста анафоры. «Господи Божий наш, собравший нас на общие и единодушные молитвы, просимая подать обещавший и двум и трем единодушно просящим во имя Твое, сам ныне прошение рабов Твоих к пользе нашей исполни, подавая нам в нынешнем веке познание Твоей истины и в будущем жизнь вечную даруя». Эта молитва интересна тем, что при всей общей логике литургии, обращенной к Богу Отцу, перед нами одна из двух на все богослужебное последование литургии молитв, обращенных к Сыну. То есть, собственно, «Господи Божий наш, собравший нас на общие и единодушные молитвы», эта фраза еще не обязывает нас воспринимать вот то лицо Святой Троицы, к которому мы обращаемся, именно как Сына, да, этот Господь и Бог, может быть, обращение ко всей Троице, может быть, к любой ее ипостаси, но «просимая подать обещавший двум или трем единодушно просящим во имя Твое». Вот здесь «просимая подать обещавший», то есть сказавший об этом, это безусловно Христос, потому что текст этот отсылает нас к евангельскому фрагменту, где Христос говорит, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди них. Поэтому перед нами и молитва, обращенная к Христу, и по времени она практически полностью соотносится с некрупным, но очень тонким, значимым и богословски нагруженным гимном, который тоже в честь и славу Христа на литургии и поется. Это гимн Единородной Сыни. Сейчас мы его с вами и рассмотрим. Соответственно, мы видим здесь, молитва завершается словами о том, что «прошение рабов твоих к пользе нашей исполни, подая нам в нынешнем веке познание твоей истины и в будущем даруя вечную жизнь». Замечу, что в принципе все литургическое последование будет находиться между двумя полюсами. Ну то есть, например, перед нами будут молитвы, посвященные очень простым и обыденным вещам, как, например, та же самая мирная ектинья. Она преимущественно говорит о простых, нынешних, актуальных переживаниях членов общины, плавающим с плавой, путешествующим с путешествием, недугающих из цели. И будет корпус молитв, посвященный исключительно внутренней жизни, духовному возрастанию, вхождению человека в теснейшее общение с Богом. Вот между двумя этими полюсами молитвы и литургии будут определенным образом курсировать, да и перемежаться от одних тем, передвигаясь к другим. Так, соответственно, и здесь мы видим, что просьба и о помощи в делах, случаях и обстоятельствах жизни нынешней, но безусловно в конечном итоге мы жаждем, чтобы всякое дело Божие в нашей жизни, да и наше дело собственное, да, в славу Божию совершаемое, влекло нас к благополучному итогу в рамках жизни вечной. Теперь нам, безусловно, нужно остановиться на гимне Единородной Сыни. Замечу, что это, как мы уже сказали, очень яркое и оригинальное богословское произведение, принадлежит оно одному из византийских императоров. Наверное, можно даже сказать последнему из, собственно, римских и первому византийскому императору, а именно Юстиниану великому. Человеку, который известен нам благодаря своему кодексу, который становится как кодексом светского, так и канонического права, безусловно известному нам как строитель Святой Софии, да и, в принципе, один из ярчайших правителей, наверное, не только Византийской империи, но и, в принципе, известных нам правителей Средневековья. Собственно, император Юстиниан общеизвестен своим интересом к богословию, причем он как личный, так и государственный, то есть, с одной стороны, сам он был глубоким верующим христианином и, собственно, канонизирован одним из немногих византийских императоров церковью. При всем при том, империя в период его правления раздирается противоречиями в рамках христологических споров. Уже отгремела арианская смута и вопросы триодологии, да, то есть, собственно, того, кто же все-таки почитаемый христианами Бог – это абсолютная единица или троица, да, как об этом правильно говорить, да, и, соответственно, понимание того, что Бог единприроден и троичен в лицах, да, уже общее для церкви юстинианого периода. Но встает вопрос о том, каким образом соотносится божество и человечество в Христе. И вот здесь, да, формируются две крайние позиции – это нестырианство и монофизитство, одна из которых, собственно, ересь, происходящая от своего родоначальника патриарха Константинопольского Нестория, утверждает, что в Христе, безусловно, присутствуют две разных – и природы, и личности. То есть, в нем некоторым образом согласуются и взаимодействуют непосредственно Бог слова и Иисус из Назарета Галилейского. То есть, некоторым образом идет разговор о двух сынах. Крайней реакцией на такого рода ересь становится учение Евтихия Константинопольского, одного из архимандритов столицы, который говорит о том, что, безусловно, нет никаких двух сынов. Сын один, и более того, в нем сложно говорить даже о каком-то реальном человечестве, потому что, например, метафора, которой пользуется Евтихий, такова, что, конечно, человеческая природа есть в Христе, но как капля уксуса, опущенная в океан, растворяется там целиком и полностью, хотя умопостигаем, и мы понимаем, что она там есть. Вот точно так же и ограниченная человеческая природа, взаимодействие с природой божества, практически полностью там растворяется. Таким образом, одно из этих учений вводит некое внутреннее, скажем так, распад в Христе, то есть, в нем две личности. Другое же полностью отвергает в нем человечество, да, то есть, оно практически становится умозрительным, а не реальным. Только Халкидонский собор в конечном итоге приходит к вот тому православному четкому определению, да, Халкидонскому Орусу, который говорит нам о том, что в Христе присутствуют и две природы, то есть, он безусловное божество и абсолютно природно человек, которые в нем не слитны, не раздельны и присутствуют в рамках единой ипостасии, то есть, одной личности Христа. Никакой двойственности в личностном плане в нем нет, нет такого, что Иисус, Сын Марии, хочет одно, а Сын Божий, соприсутствующий с Ним, хочет чего-то другого. Решения Халкидона не были приняты всей церковью, многие регионы ушли на том этапе в раскол и на этапе нынешнем, да, это отсутствие церковного единства не уврачевано, таким образом у нас появились так называемые древневосточные церкви, да, то есть, которые часто у нас ассоциируются с монофизитством, но современное богословие говорит о том, что здесь, наверное, больше вопросов, чем ответов, да, это копты, эфиопы, армянская церковь. Собственно, эти регионы, ну, за исключением эфиопии, да, входят в состав империи, то есть, Юстиниан пытается каким-то образом умерить эти волнения, и, кроме всего прочего, ему удаётся в данном гимне, который часто, кстати, называется торпарём храма Софии Константинопольской, но это, наверное, историческая неточность, потому что возникает он раньше, чем, собственно, заканчивается строительство Софии, да, то есть, в период конца 520-х тире начала 530-х годов пишется этот текст с точки зрения абсолютного большинства церковных историков, да, то есть, собственно, всё-таки до момента строительства Софии, незадолго. Так вот, в этом гимне императору удаётся тончайшим образом и изложить суть и смысл православного учения, и избежать использования таких сложных, тяжеловесных и пререкаемых богословских формул, как природы и ипостаси. Да, то есть, собственно, мы можем обратиться к этому гимну, достаточно нам широко известному. По-русски давайте обратимся к этому тексту. «Единородный Сын и Слово Бога Бессмертное, что изволило спасение нашего ради воплотиться от Святой Богородицы и Преснодевы Марии». Этот тезис, безусловно, противоречит нестарианской ереси, да, то есть, истинный Бог Слова, не соединяясь каким-то образом, да, не оставаясь в отрыве от Иисуса, Сына Марии, да, а Слово вочеловечивается, становится человеком во всем подобном нам, кроме греха. От Преснодевы, да, Марии, которая именуется в тексте Богородицей, нестариане принципиально именовали Марию Христородицей, указывая, что Бог Слова не может родиться, он всегда существует, да, при том, что, конечно, православное учение в том, что Бог Слова действительно в абсолютном смысле не рождается, да, он всегда сосуществует отцу, но в историческом плане, да, он в вочеловечивании рождается безусловно, то есть, было время, когда он не был вочеловечен, и вот настало время, когда этого вочеловечения произошло, да, то есть, перед нами вот фрагмент нестарианской, да, как бы антинистарианской полемики, но далее, неизменно вочеловечившийся и распявшаяся за нас смертью смерть поправшей, Христос Бог, Святой Троица Единосущной и сопрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, а здесь уже полемика с монофизитством, то есть, собственно, Христос как человек, да, непреложного вочеловечившийся претерпевает крестные страдания, смерть и воскресение, не частью, не образом, а всей полнотой своей человеческой природы, то есть, перед нами идеальное исповедание православной веры в очень тонких поэтических формулировках, совершенно корректно излагающее полноту православного учения. Уже давным-давно отгремели битвы между православными нестерианами и монофизитами, а этот богослужебный гимн до сих пор за каждой литургией провозглашает наше с вами исповедание православной веры. Пусть мы, может быть, не так сильно делаем на него упор в догматическом плане, как, например, на символ веры, но на самом деле мы видим, что это действительно гениальное, краткое, емкое, лаконичное, догматическое произведение. Далее, по завершении пения антифонов, после, соответственно, малой ектеньи, как правило, в приходской практике, да, отверзаются царские врата и наступает момент, который мы называем малым входом. Название это появляется примерно века с 12-13 до этого, он называется вход с Евангелием. В современной практике, конечно, он более выглядит как выход, потому что священнослужители берут Евангелие, находящееся на престоле, с ним исходят из алтаря боковыми вратами и входят в врата царские. Для, скажем так, момента формирования подобного рода все в нем было совершенно логично и закономерно. Это на самом деле был вход. Во-первых, и главных, мы можем наблюдать эту логику до сих пор в рамках архиерейского богослужения. Мы уже с вами упоминали, что архиерейское последование литургии содержит наибольшее количество вот этих самых древних, архаичных и органичных богослужению форм. Так, епископ, входя в храм, до малого входа не входит в алтарь, и для него вход действительно становится входом, как и было в древности. Более того, мы можем сказать, что оба входа, и малый, и великий, то есть вход с Евангелием и вход с дарами, готовящимися к освящению, являются входами, во-первых, и главных, совершенно обиходно-бытовыми, то есть они осмыслены в рамках сложного, аллегорического смысла значительно позже. Вносится Евангелие по той простой причине, что в алтаре не хранится. Вносится хлеб и вино по той причине, что, опять же, в алтаре изначально не находятся. То есть для своего момента времени, если мы говорим про какую-то исключительную древность, например, про период гонений на христианскую церковь, то есть до императора Константина, священный текст, как правило, не хранился в том месте, где христиане собирались для богослужения. По той простой причине, что если это место вдруг будет обнаружено, текст, безусловно, будет уничтожен, и драгоценная рукопись евангельская просто будет утрачена. Поэтому, как правило, например, чтец или, может быть, кто-то из пресвитеров свиток или кодекс Евангелия хранил у себя. К моменту богослужения он приносил его, оно читалось в собрании, и он уносил его обратно. То есть таким образом Евангелие на самом деле вносилось в собрание и износилось из него. На более позднем этапе, когда уже, собственно, после императора Константина ни о каких гонениях особенно речи не шло, тем не менее в храмах появляется помещение, которое называется скевофилакия или сосудохранилище. В нем, собственно, хранится все то, что используется за богослужением, но постоянно на престоле не присутствует. Это в том числе и священный евангельский текст, и, например, в скевофилакию же могут приноситься и те хлеб и вино, собравшимися на богослужение, из которых диакона и выберут то лучшее, что будет использовано в качестве евхаристических хлеба и вина. Поэтому в оригинальной практике литургическая процессия, взяв Евангелие, входит в храм или же входит впоследствии в алтарь. Замечу, что, например, еще на эпоху Иоанна Златоуста царскими вратами назывались не врата алтаря, а врата, вводящие в храм. То есть, таким образом, вот это вхождение всей процессии в царские врата сохранилось как с того момента времени до времени нынешнего, однако географически много чего поменялось. На свой момент времени люди входили в храм в принципе, а сейчас мы говорим, конечно, о вхождении процессии священнослужителей внутрь алтаря. Итак, процессия священнослужителей подходит к вратам, держа в руках одной из главных храмовых святынь, текст евангельский. В этот момент священник читает следующую молитву. «Владыка Господи Божий наш, установивший на небесах бесчисленные воинства ангелов и архангелов для служения Твоей славе, да совершится со входом нашим и вход святых Твоих ангелов с нами служащих и прославляющих Твою благость. Ибо Тебе подобает всякое прославление, почитание и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь». Процессия останавливается перед царскими вратами. В словах этой молитвы мы видим ту мысль, которая несколько раз прозвучит впоследствии в литургии, о том, что в рамках этого таинства все умные природы осуществляют служение своему Творцу. То есть не только люди, но и ангельские силы тоже. Причем важно, что преимущественно будет говориться о том, что ангелы со служат людям в рамках этого таинства. Мысль эта на самом деле достаточно понятна, ввиду того, что таинство литургии все-таки есть таинство тела и крови христовых. То есть, собственно, во-первых и главных, оно преподано человечеству. Поэтому силы ангельские являются нашими сослужителями в рамках этого действия. При этом, однако, замечу, что тема сослужения будет проявлена в литургии совершенно различно. Так, например, в нашей лекции следующей мы поговорим с вами о молитве Тресвятого, которая касается этой же темы, но несколько с другой стороны. Поэтому мы видим, что священнослужитель просит и молит, чтобы вместе с входом священства, ну и как бы в принципе входом всех верных в это собрание, с нами осуществился и вход святых твоих ангелов, сослужащих и прославляющих вместе с нами твою благость, чтобы в этот момент все творение объединилось в своем прославлении Творца. Собственно, в момент, когда процессия останавливается перед царскими вратами, если за богослужением, например, присутствует диакон, он обращается к священнику со словами «благослови, Владыка, святой вход», и священник, благословляя вход в алтарь, говорит «благословен вход святых твоих, всегда ныне и присно и во веки веков». Паранимически может сложиться впечатление, что священник говорит про вход каких-то святых, ну то есть, видимо, вот те, кто святы и имеют определенную духовную зрелость, могут этот вход осуществить, те, кто не могут, увы, ни о каком их участии в этом таинстве речи быть не может, если при нем сослужат сами ангелы. На самом деле, если корректно перевести с славянского, то здесь говорится не о входе святых, то есть, кого-то, например, из собравшихся, можно даже широко толковать это, как, например, в контексте посланий апостольских, когда вся христианская община называется общиной святых, но нет, здесь смысл значительно проще. Благословен вход в святое, то есть, вход в храм, если мы говорим про логику древнюю, или вход в алтарь, если мы говорим про логику нынешнюю, то есть, здесь говорится не о моральных качествах собравшихся, а о той великой святыне, о престоле к Господнем, к которому, собственно, мы хотим сейчас подойти к тому, чтобы священнослужение наше осуществлять. Далее с Евангелием во вратах, так, крестным знамением совершается возглашение, премудрость прости, и Евангелие вносится и полагается на престол, священнослужители целуют иконы Спасителя и Богородицы, находящиеся, как правило, справа и слева от царских врат, благословляют собравшихся, да, и также в алтарь входят. Далее мы услышим пение Трисвятого о его смыслах, о молитвах, которые его сопровождают, мы поговорим в нашей следующей лекции. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok